Все для фронта, все для победы. Этот лозунг времен Великой Отечественной войны актуален и сегодня. Многие славянцев хотят внести свой вклад в общее дело борьбы с фашизмом на Украине. Кто-то перечисляет средства на счет районного совета ветеранов для приобретения необходимого оборудования участникам специальной военной операции. Кто-то приносит аптечки, спальные мешки и продукты. А женщины, о которых пойдет речь в нашем следующем сюжете, объединились вместе, чтобы вязать носки для наших бойцов. Каждый старается помочь, чем может. В одной из комнат районного совета ветеранов кипит работа. Здесь вяжут носки для славянских мобилизованных ребят. Идея организовать такое сообщество неравнодушных женщин принадлежит председателю совета ветеранов Северного округа Нине Кочегура. Дали объявления в газету, рассказали своим знакомым. И вот в группе уже более 10 человек. Каждому нашлось занятие. Кто-то мотает клубки, кто-то вяжет. Все очень дружно подключились к этой работе. И вот началась вот такая вот работа. Мы уже навязали 94 пары. Мы до Нового года отправили. И вот после Нового года также продолжается эта работа. Отправляем через совет ветеранов или через солдатских матерей. И наши носочки доходят вот именно нашим землякам Славянского района. До Нового года мы еще работали со школой номер 18. Нам дети писали письма. Мы вкладывали носочки в эти письма. Все это отправляли и получили видео. Нам позвонили, сказали, сидят наши ребята, одели носочки и показывают, что наши носочки дошли до них туда. Одной из тех, кто увидел объявление в газете и решила присоединиться к группе, была Галина Парменова. Для нее очень важно сейчас быть вместе со своей страной, с ребятами, которые воюют в зоне СВО. Я когда вяжу носочки, во-первых, вкладываю в них всю свою любовь. И очень хочу, чтобы мои носки защитили солдат от пуль и согрели их, чтобы они были здоровы и смогли защитить нас. Маме Галины Парменовой 89 лет. И она тоже старается помочь. Распускает свитера на нитки, из которых потом свяжут носки. Я родилась в Донбассе. Там прошло мое детство. Сейчас я хочу помочь солдатам, которые защищают мою родину. Помимо носков, женщины, у кого есть дома швейные машинки, приступили к пошиву нательного белья для наших бойцов. Администрация района и Совет ветеранов оказали помощь при обретении необходимого материала. Если вы также хотите внести свой посильный вклад в общее дело, обращайтесь в районный Совет ветеранов по улице Дзержинского, 262. Также можно перечислить средства в специально созданный фонд благотворительной помощи. Расчетный счет вы сейчас видите на своих экранах. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».